Здравствуйте! Хочу представить вам некоторые отличительные особенности цель устойчивого развития, или сокращенно ЦУР, в долгой истории развития, на которых стоит остановиться. Таких отличительных особенностей три. И тут я хотел бы остановиться также на некоторых недоразумениях, которые возникают в связи с ЦУР. Первое недоразумение исходит из того, что некоторые считают, что ЦУР – это прямое развитие цели развития тысячелетия, или ЦРТ, принятых ООН в 2000 году. С точки зрения хронологии, это так. ЦРТ, цель устойчивого развития, касается периода с 2000 по 2015 год, а ЦРТ – периода с 2015 по 2030 год. Но здесь есть существенная разница. Цели развития тысячелетия никто не обсуждал. Их предложили агентству по развитию на базе технического документа Организации экономического сотрудничества и развития. То есть это отражение представлений стран севера, о том, как должны развиваться страны юга. Представление чисто технократическое, патерналистское. А в ЦУР такого нет. В ЦУР возникли путем переговоров между странами, причем концентрическими кругами, начиная с самого широкого круга, с участием гражданского общества, специалистов севера и юга. И в этом смысле данные цели намного более легитимны, чем ЦРТ. На самом деле ЦУР были предложены самими развивающимися странами. То есть в основе этих ЦУР были некоторые деятели из Министерства иностранных дел Колумбии, позже Гватемалы, потом Перу, Бутана, Мексики, которые, начиная с 2011 года, предложили саму идею цели устойчивого развития. Все эти страны относятся к странам со средним уровнем доходов, не богатые и не бедные. То есть это страны, которые и богатые, и бедные. Они богатые по сравнению с бедными странами, и бедные по сравнению с богатыми. Это видно на примере образования, инфраструктуры, здравоохранения. Здесь доступ к первичному здравоохранению, такой же, как в самых бедных странах, и проблемы рака, сердечно-сосудистых заболеваний, такие, как в богатых странах. То есть у этих стран нет возможностей получать финансирование, как бедные страны, и нет такого богатства, как у богатых стран. И именно эти страны стали инициаторами ЦУР. Почему? Потому что они хотели показать, что есть страны, у которых все-таки есть какой-то удельный вес, и они начали смело выступать на международных площадках и предлагать свои формы развития, свои схемы развития. Большинство стран мира – это страны с промежуточными доходами, и именно они призывают пересмотреть стандарты мирового сотрудничества. Вот это и есть основные особенности ЦРТ. Вторая важная особенность заключается в том, что в целях устойчивого развития около ста показателей и задач, и это на самом деле политический проект, который говорит о том, как нам всем жить вместе. То есть это то, о чем всегда говорили страны Европейского Союза. и при содействии целого ряда стран возникла идея международного сотрудничества на базе права, на базе равенства между мужчинами и женщинами, равенства возможностей, демократических ценностей, правильного управления и так далее. То есть представляли разные модели развития, и не все они однозначно воспринимались всеми, в частности равенство между мужчинами и женщинами, всеобщемедицинское страхование, равенство возможностей, не все понимали, насколько это важно. Уменьшение неравенства между доходами внутри стран отвергалось целым рядом стран, в частности Китаем и США, а радовали за них страны Евросоюза и Латинской Америки, в частности Бразилия и Норвегия. В конечном итоге возобладала модель Евросоюза и Латинской Америки. То есть это не просто таблицы в форме Excel, заполненные индикаторами, к веще ратности статистиков. Через этим возникают определенные обязательства. ЦУР – это, естественно, цели всеобщие, но они возлагают особые обязательства на ряд стран, в частности на страны Европейского Союза. Третий важный момент, который я хотел бы с вами затронуть, это своего рода парадокс. Парадокс заключается в том, что сейчас, когда цели устойчивого развития приобретают все более большую и большую значимость и признаются Евросоюзом, Евросоюз, тем не менее, это те страны, где меньше всего говорят о целях устойчивого развития. Есть, конечно, исключения, но, так или иначе, в Евросоюзе не очень говорят о целях устойчивого развития. По какой причине? Тут есть два недоразумения. Некоторые решили, что ЦУР – это только для бедных стран, более или менее бедных стран, а к странам ЕС они не имеют отношения. Это совершенно неправильный постулат, и это легко проверить. Достаточно посмотреть на очень простую схему, представленную по двум осям и показывающую, что такое устойчивое развитие. Если посмотреть на горизонтальную ось, то здесь виден индекс человеческого развития. Это сводный индекс, учитывающий доходы, продолжительность жизни, уровень образования. Чем вправее предлагаетесь по этой оси, тем выше у вас человеческое развитие. Ну, а на правой оси показан экологический след, на вертикальной оси, точнее, показан экологический след. Можно представить себе все это в жире прямоугольника. То есть, этот прямоугольник показывает страны, где индекс человеческого развития самый высокий, экологический след самый слабый. Была такая страна 10 лет тому назад. И знаете, какая страна? Куба. Сегодня это уже не так. На Кубе сейчас растет, усиливается логический след. Так что ни одна страна не вписывается в эту траектору устойчивого развития. Но есть страны, которые близки. Страны Евросоюза не совсем отвечают этим критериям, но они близки к этому прямоугольнику. Поэтому для стран ЕС проще добиться цели устойчивого развития. Надо просто вписаться в этот прямоугольник. В заключение можно сказать, что ЦУР – это не плод воображения бюрократов из ООН. Это политический проект, который изначально пропагандировали развивающие страны, призывавшие к пересмотру принципов международного сотрудничества. Но здесь все построено на европейских ценностях. И возникают тут обязательства для Евросоюза. Евросоюз должен осуществлять эти цели устойчивого развития. И внутри ЕС, и за пределами ЕС. Главный вывод в том, что реализовать ЦУР можно только путем наших коллективных усилий. Реализовать ЦУР можно только путем наших коллективных усилий.